Для начала скажите, кто вы, очень коротко, кто вы по образованию, когда и где вы родились и с какого года вы в Ленинграде? Да, начинаем. Биографическая данная Тараса Конопирко, дочь Михаила Станиславы. Родилась в 1947 году в Гродненской области, которая ближе к Порше. В 1957 году мои родители уехали в Польшу в рамках второго тура репатриации. И мы очутились в западном регионе Польши, там, где же проживала наша тетушка, вот в Дрезденке. Ну и потом началась моя взрослая жизнь, мое взросление уже в Польше. Решила, окончила начальную школу, потом среднюю школу я решила, что буду учительницей. И написала письмо, сама писала эти седьмые письма, как ученица седьмого класса, директором педагогических лицеев. И вот написала директором педагогического лицея в Лисберге в Армининском. И написала, кохана дирекция, это дорогая дирекция, вот я такая-такая, и я хочу учиться у вас. А в этой школе работала моя тетя, она преподавала русский язык. И мой дядя был директором общежития. И вот директор этой школы говорит, господи, это не ваша родственница. Оказалось, что это родственница, и я так очутывалась в Лисберге в Арменьском, окончила педагогический лицей, но там, конечно, очень яркая общественная жизнь, хардерство и все прочее, так, как больше полагается. И это была такая, скажем, не элитарная школа, но были довоенные учителя, которые старались нас из всего бывшего, всей России или всей Польши, там, чему-то нас научить, игре на скрипке, рисовать, потому что деревенский учитель должен уметь все. Значит, я в этом педагогическом лице научилась управлять киноаппаратурой, научилась водить мотоцикл, тоже сделала, в 17 лет сделала водительские права, но потом возникла проблема после окончания педагогического лица, потому что я не хотела идти работать в деревню по распределению. Надо было что-то придумать. Так как мои родственники не были партийными, это было очень тяжело, но давайте мне хотя бы в партию пошло, может, тогда школа тебя направо. На учебу. Но я поехала, конечно, эти документы пошли, что меня должны принять партию, но поехал вопрос, вздавать на русское отделение, потому что мне казалось, что я самый лучший предмет, который знаю, это русский язык. Но я, конечно, не поступила, мне написали из-за отсутствия мест в университете. Ну и я один год была в таком полувызшем педагогическом университете в Бедгоще и сочетала, что я должна навестать все мои пробелы, которые были в средней школе, которые отсутствовали в рамках обучения еще в Беларуси. В тех времен я прочитала почти всю мировую главную литературу, ну и вышла после этого годичного пребывания, такой уже и начитанной, и более-менее образованной, и без никаких хлопот поступила на русское отделение в Познании, где проучилась два года. Ну и мне предложили поехать в Советский Союз, так как, ну в общем, богатства у нас не было, ну а там платили стипендию, ну и какие-то экзамены надо, даже сдавалось, чтобы поехать в Советский Союз. Ну я учтилась в Ленинграде, который мне очень понравился. И первое мое было желание, это уехать сразу, уехать сразу же послезавтра, потому что город какой-то, мы приехали в августе, общежитие ужасное, ужасное общежитие. Мы не знали, как на веник искали, не знали, как на... Нет, мы искали щетку, чтобы поднести комнату. А на нас комендант смотрел, какие щетки нам нужны. Ну в общем, как-то потом свыклись с мыслью, что надо учиться. И вот я начала учебу с третьего курса на русском отделении. Это был 68-й год, и было очень странно, потому что я уехала с такой студенческой веселой среды в Польшу, где мы многими интересовались, где у нас были какие-то баллы, какие-то научные кружки, какие-то диспуты, где мы что-то обсуждали на семинарах, что-то писали, но что-то было такое, что соответствовало возрасту. И вот мы нашлись в аудитории, я помню, в университете на отделении русского языка и литературы, и вот на семинарах молчание. Думаю, что такое, почему все молчат? Вот, а там зачитывали какие-то рефераты, какие-то доклады. Нас это немножко смешило, и одновременно настораживало, потому что с нами никто не хотел общаться. Но я сейчас, уже потом, спустя годы, я поняла, это было... войска вступили в Прагу в определенный период, и поэтому с нами поляками не хотели. Вот наши... И мы так особняком, так и прожили все эти годы учебные в университете. А кто мы? Сколько у вас было? А нас было 8 человек. Да, в то время было очень... Ну, отправляли так потоками. На русское отделение, может, меньше, а вот на технические вузы, в Литмо, в Латте, это на сотни. И хочу сказать, что вот когда я сейчас занимаюсь этой полонийной жизнью, читаю, что вот эти 30 лет, когда наши студенты приезжали из Польши, это какой-то неохваченный период польской жизни в этом городе, потому что мы, как выпускники вот этих ленинградских вузов, время от времени встречаемся, и вот я узнаю, вот там издавался журнал, вот там был такой ансамбль, вот там ездили, вот там какие-то были чемпионаты, вот там приезжали какие-то польские ансамбли и всем. И вот эта польская жизнь, конечно, она очень бурлила вне каких-то официальных организаций это общество советской польской дружбы. Вот и так. На третьем, в начале третьего курса еду, подружки едем, вижу, ой, какой-то мужчина стоит у выхода, весь такой длинный волос, нетипичный, в общем, не похож на русского. Но мы стали смеяться, потому что его вид нас немножко удивил. И мы вышли на той же остановке, что и он. И он услышал, что мы разговариваем по-польски. И стал идти за нами и что-то говорить. А мы стали бежать от него, потому что нам сказали, что это опасно вот так ходить, надо быть осторожным, потому что будут к вам приставать, как иностранцам, так что... Иностранкам, так что осторожно, пожалуйста. Потом, спустя годы, оказался осторожным моим мужем. А как он зовут? Ну, он уже покойный, он в Черногореце, Йоле Станисич. Он преподавал в университете. Он сам окончил журналистику. Потом работал в Институте русской литературы Пушкинский дом. Вот, автор многих книг на русском, переводных на русский язык. Но он и не покойный, умер в Порше, в Порше перевезли его в Черногорию. Вот, так что вот такой мой фрагмент. А на каком языке он говорил, к вам обращался? Он по-русски, а потом говорил со мной по-сербски. А, и вы понимали друг друга? И я понимала, я же филолог, так что я понимала. А потом он был настолько интересным человеком, мы с ними разговаривали. Нам не хватало той атмосферы филологической, которая должна была быть для нас. Он знал всех авторов и литовских, и латвийских. А у нас как раз была иностранная литература. Так что это было очень-очень интересно. А он тоже был студентом или уже нет? Он уже нет. Он старше? Старше-старше, на 19 лет. Так что это было очень интересно. Ну и таким образом я вышла замуж. Ну и что же делать с этим замужеством? Боже, Боже. Надо же... Да. Он черногорец, я полька. У него квартира. У меня окончился паспорт. Надо куда-то уезжать. Надо продлевать паспорт. Там какие-то клары Иванов на Бавире, какие-то преграды, какие-то жуткие переживания. Но все это как-то сказывалось и на моем характере, и на взаимоотношениях в семье. А потом родился сын. Нет. А, ну да. И потом же надо было мне где-то работать. Ну, значит, стали искать контактов, как найти работу. И узнали, что открывается консульство в Ленинграде. А в каком году открылось оно? В 70-м. Сейчас, в 71-м. Извиняюсь, потому что сын родился в 72-м, в 71-м. И я уже в положение пошла. Я в гостиницу европейскую, там было... Мне дали пишущую машинку и сказали, вот, печатайте на этой машине. А я не умела пользоваться машиной. А консульство находилось прямо в... В Кассиевре, да. А там снимали какой-то номер? Да, в фартамент, да, снимали. Ну, это целая была история. А в каком месяце? Это было... Я в июле стала работать. Нет, в мае консульство приехало. Я сразу... Как мне сказали, что вот обратись к господину Новаковскому. Вот, я там к нему обратилась. Она потом Новаковский увидела, что я в положении. Он сказал, ну ладно, а когда уже родите, то приходите на работу. Вот я так стала работать в консульстве. И так проработала 37 лет. Работой, конечно, я занималась переводами и была спичрайтером. И так как вспоминаю свое, вот на какие темы я не писала выступления разных, от открытия выставки каких-то фонарей до новогодних поздравлений, там, речи для каких-то наших министров, какие-то, но все это было. И мне казалось, что это очень хорошее дело, что, конечно, спустя годы это все неправда, но как-то меня держали на этой работе. Но этого не хватало, потому что вот моя... Я думаю, что так повлияло на меня пребывание в педагогическом лицее, где нас учили организовать. Я была в харцерстве, у меня была в движении, что ну надо с детьми чего-то делать, но чего-то надо было делать такое, что чего не делает никто. И вот я помню, 30 лет тому назад мы сидим с моей приятельницей в кафе, отмечаем ее 40-летие. Я говорю, давай создадим польское общество. И, ну как сегодня, мы вот сидя в этом кафе, без алкоголя без ничего, мы это общество основали. И она мне первое сказала, только, пожалуйста, начинаем с детей. Начнем с детей. Сперва детей соберем, а потом будем старших собирать. И так получилось. Мы сидели там часами, какие-то списки делали. И звонили родителям, приглашали на встречи. И так возникло культурно-просветительское общество. Вот именно название получила в этой квартире, в которой мы сегодня сидим. И тогда моему сыну было 13, кажется, лет. И вот, когда вы говорите о страхе, мы не очень боялись. Но муж, который пережил многое в Советском Союзе и еще в Югославии, он бегал по всей квартире, по всей длине и говорил все время, тише, тише. Не говорите так громко. Не говорите так громко. Мы обсуждали как раз название культурно-просветительское общество. Но как мы его назовем? Ну, назвали его Павломе. И, конечно, вы меня спрашивали про такой главной темой является тема перестройки. Ну, что, кстати, мне не надо было перестраиваться. Особенно, потому что вот эти... Вот то, что в то время казалось, что это что-то какое-то большое достижение, что это стремление к чему-то новому, что вот это Брежневский застой, он уже уходит и начнется для России. Ну, тогда время для Советского Союза что-то такое грандиозное, что вот все поплы... что все реки будут молочными, и у всех будут мерцизации и все прочее. Конечно, это со скепсисом к этому относилась. Сопереживала этим событиям, которые все были. И тоже сидела у телевизора, слушала выступления Собчака и Сахарова на съездах народных депутатов. И смотрела и «Пятое колесо», и там разное вот это самое. И помню вот такую новую передачу «60 секунд», когда приезжал Невзоров, и который приехал с такой камерой в наше консульство, а там увидел, в то время не было бы плохо с продуктами, и увидел там накрытые столы, и этим очень не возмущался. Вот, это запомнило, но потом у нас были очень хорошие отношения. Ну и вот, и общество, оно само бы не возникло без людей, но нужен был как... Вот мы формируем какой-то пирог у нас, должно быть какое-то... Закваска. Закваска должна быть. Ну и мы с подружкой стали этой закваской. Но эта закваска требовала от нас неимоверного труда, потому что раз мы начали со школы польского языка для детей, я занималась со старшими детьми, она с младшими детьми занималась. Потом этих детей было так много, уже на сотни, и нам пришлось отсоединить детей от самой организации, и возникла малая полония. Вот сейчас говорят, что иностранные агенты, что какие-то деньги мы никаких денег не получали, ни от кого, ни от Польши, ни от России. Нам только повезло, что был такой генеральный консул, который Борислав Капитан, который без страха пустил нас в подвалы консульства, где раньше помещались советские организации студенческие. Не советские, но вот периоды. И они уже ушли, осталось помещение, а я сказала, ну давайте мы перейдем, будем здесь уроки вести. Уже мы как-то уже остановились, сейчас, в 91-м, то мы оттуда выжили только в 2004 году, когда нам купили польский дом, который на ней закрыт. Ну и так польская жизнь началась в Петербурге. Даже вот так говорю, что мы придумали эту организацию. Да, мы придумали эту организацию, но это, вот это придумание, вот это не сейминутно происходит какое-то озарение, потому что к моим обязанностям и так просто я интересовалась. Вот знали, что Народный фронт в Латвии, что Саидис, Литва. И у нас устанавливались контакты с этими организациями. Ну и это тоже определяло наше соответствующее положение. А потом, ведь в этом полонийном движении можно разделить на несколько, было несколько групп. Были группы польских граждан, которые были самые активные, польские жены, которые здесь остались. И потом были питерские диссиденты во главе с Бернацким. И, конечно, у нас даже были какие-то споры. Я не думаю, в настоящее время, что это по существу или не по существу. Но так, покойно Бернацким, я спрашиваю, а если улицы в Петербурге будут написаны на польском языке? Я говорю, очень хорошо. Но это был вопрос на засыпку, насколько я хорошо отношусь к Польше. Ну, и таких было много. Но я уже неоднократно говорю, что потом в Питере начали возникать национальные объединения. Но я могу сказать, что мы были первыми. Этому содействовала, конечно, и содействовала польская сторона после 89-го года каким-то образом. Потому что Собчак, фамилия, это нам казалось, что это поляк. Всё, значит, если Собчак, значит, там будет всё хорошо. Конечно, это были какие-то иллюзии, но они такие романтические иллюзии в том возрасте, в котором мы были. Они нам немножко помогали. И затем вокруг, ну, в общем, вокруг нас стали собираться очень интересные питерские люди, представители питерской интеллигенции во главе с профессором покойным Раймундом Петровским, который вот нашему энтузиазму, такому патриотическому энтузиазму тех поляков, которые здесь постоянно проживали, он нам открыл глаза, что не только вы живёте в этом городе, девочки. Это город с такими традициями польскими, что надо изучать историю. И мы, конечно, книгу Базилова стали читать, стали всё этим... И потом пришли другие люди, пришёл Пискорский, профессора Донец, которые болели польским вопросом уже долгие годы. Это были сподвижники и некоразмолюбивые, просто они хотели, чтобы вот эта польская осталась надолго. И поэтому вот по сегодняшний день мы говорим об этих людях с такой благодатностью и симпатией. И недавно мы отмечали в смысле не мы. Я просто присутствовала в педагогическом университете, где отвечали 95-летие Раймунда Петровского. И я за большой гордостью ходила по залам библиотеки Марии Фёдоровны, где выступлены ещё до конца января будут труды наши. Мэра Раймунда Генриха, его работа, его мантии, его ордена и всё прочее. Вот так что... Ну и то, что когда говорим о Пискорском, ведь мне кажется, вот мы сейчас много говорим о польской электронной энциклопедии, такая мысль возникала у него, только не было слова электронные, потому что он действительно очень богатая была. У него были все фамилии записаны, где прочитал, там записал. И на каждую фамилию была фишка. Так что вот сначала где-то там надо всё это было, можно это искать. И потом и школа польского языка, и какой-то театр, и какие-то фестивали, полонийные фестивали, и было их семнадцать, и они были в большом зале филармонии, в арце Белозерских, Белозерских. Я не знаю, откуда у нас были деньги, но кажется, бесплатно нам всё давали залы, и бесплатно вот, и все танцевали, и все выступали. Ну, это был период такой, я бы не сказала, ну, период большого подъёма, потому что и такие возможности, вот если говорим о перестройке, такие возможности создала, вот, не знаю, не сам политический процесс, но такую возможность создала, что, может, другие были заняты, те, которые контролировали, были заняты другими делами, а мы были заняты созиданием. Вот. Ну, и нам так... Ну, и так дожили мы до восемнадцатого года, и хочу сказать, что надо начинать всё заново. Я не говорю о перестройке, я говорю о польском движении в Петербурге, потому что, ну, вот, если закрыли польский дом, ну, что же делать? Надо заново организовать детей, надо заново какие-то... Потому что поляков-то не стало меньше из-за этого в этом городе, из-за того, что закрыли польский дом. Ну, надо объединяться, потому что нас объединяет язык, объединяет вера, а потом такое, я думаю, что поляки всегда были нужны этому городу. И сейчас они нужны, ведь столько имён, о чём свидетельствует электроническая энциклопедия. Так что, ну, вот, что сказать, каких-то... Ну, вот, вы задавали вопрос, был ли страх? Конечно, когда муж здесь бегал по комнате, говорил, тише, 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 так я говорю, конечно, наверное, больше боялась мужа, чем перестройки. Вот. А потом у нас была в консульстве юная совершенно дипломат, и когда она видела на наших лицах какую-то растерянность, ну, потому что мы были одни, нас не поддерживало консульство в наших сердцах, для консульства тоже это было какое-то наваждение, что вдруг нам захотелось чего-то польское организовать вне рамок существующей общественно-советско-польской дружбы, что как это, как это. Ну, в общем, как-то годы прошли, и все. А потом, как история интересно складывается, потом я читаю в одном материале по поводу, что польское общество создавались на базе обществ советско-польской дружбы. И думаю, боже, я даже рядом не стояла с этими обществами, и что здесь. Ну, это так, в каком-то отчете кто-то написал из доброжелателей, это так пошло в историю, так что надо это сейчас выпрямлять, что это была инициатива просто, которая исходила от людей, ни от руководства, ни от чего. Это все как-то оформлялось на какой-то... Была солидарность. Вот самое главное, вот что могу сказать в этом перестроечном периоде, что была солидарность, которая, наверное, тоже к нам поступила испорчена. Солидарность, которая родилась на питерском, на питерской почве. Как движение? Нет, как... Как общество? Нет, как взаимоотношение. Мы даже не говорили, но мы солидарны с друг другом, потому что нас объединяла идея, вот сейчас, скажем, идея, мы сейчас по-другому говорим даже, что нас объединяло чувство какой-то миссии, что мы должны вот на этом определенном периоде, мы должны выучить наших детей польскому языку, детей наших подружек, детей наших знакомых, научить их танцевать, показать, как выглядят польские традиции. И, конечно, вот возвращаясь к этому, где у нас не было денег, но когда делаешь доброе дело, я не знаю, откуда появляется, кто-то принесет, кто родитель что-то сделает так, но само собой все это, а родители видели, что мы вкалываем по-настоящему и к нам очень хорошо относились. И благодаря нашему такому вкладу очень много нашей молодежи уехало учиться в Польшу, и среди них у нас уже такие знатные имена, профессора, артисты, музыканты, мы этим очень гордимся. И даже выпускник 216-й школы, Адама Мицкевича, который тоже мы дали это была годовщина рождения Мицкевича, и мы эту школу так открыли для себя. Был такой азербайджанец, директор, и мы ему спрашивали, давайте создадим польскую школу на вашей базе, а пожалуйста, делайте. А потом, конечно, эта идея где-то, ну, она по сегодняшний день, конечно, есть, это школа с преподаванием польского языка расширена, и вот выпускник этой школы стал профессором Лодзинского университета. А тот мальчик, который здесь бегал и записывал всё в этой квартире, стал знаменитым польским хирургом сосудистым. Ваш сын? Да. Да, и, конечно, и вспоминает, конечно, часто вот. А он здесь родился, это место его рождения? Да, он здесь родился, ну, и для него вот эти страхи наши, которые, что мы там чего-то боялись, для него это было совсем непонятно, потому что он уже родился в 72-м году и уже совершенно в другой среде воспитывался. Он ходил во французскую школу, которая была там с особым статусом и так. Так что это совсем... А в какую школу? Здесь? Здесь, в Жан-Жак-Акустов. Вот, так что это уже другое поколение и уже вот не знаю, хорошо ли это плохо, он в последнем своем интервью о Петербурге, да, я охотно приезжаю в Петербург, но я уже чувствую, как будто я появился в театре, где стоят старые декорации. Не знаю, хорошо ли это плохо, но не мне судить, но это его... на Петербурге мы очень много, очень, 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 потому что и Эрмитаж, и театры, и музеи, и Эрмитаж, каждый раз, когда приезжает сюда, то идет Эрмитаж и смотреть в Мумии египетские, потому что его интерес к этому музею возник именно там. Да, сколько он был, лет, может, и 10 ходил в Эрмитаж, взгородил. А учился он здесь на хирургии, на медицинском? Он первые два курса окончил здесь, а потом дальше учился в Польше. Ну, и так. Вот, так что не зря сказала о сыне, потому что каждая из нас, вот та, которая была, занималась Эполонией, ну, была связана тоже со своими детьми. Я не хочу сказать, что мы следили за карьерой, но хотели действительно, чтобы они сохранили в себе эту польскость. Петербургскую польскость? да, 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 я думаю, что да, потому что те, которые уехали из Петербурга, хочу сказать, что я часто встречаюсь с этой молодежью, когда приезжаю в Польшу, они, есть такой питерский кружок в Польше, ну, и это приятно, особенно, такой, полонийный, они такие патриоты, вот, наши полонийные организации, и это как-то, ну, тоже влияет на восприятие города, и на то, что происходит в стране, и в Польше, и в этом, ну, все сложно, и, ну, и просто, может, просто с человеческой точки зрения. Но вы сюда приезжаете без сына. Это связано с тем, что он там работает, что он не может вот так же с вами приехать сюда, либо сюда в общем не тянет так, как вас. Нет, у него там, я здесь у меня постоянное жительство, так что я постоянное проживание, так что я здесь не, с Петербургом мне очень тяжело расстаться. Затягивай. Ну, конечно, конечно, я как, ну, все говорят про болото, что на болотном месте и что вот все хорошее и плохое, это, конечно, но для того, чтобы отвезти душу, приезжаю в Петербург, очень много гуляю по городу, по-другому смотрю на этот город, мой сын смотрит на этот город старыми декорациями, а я так как всю жизнь проработала в одном учреждении, я многого не видела, я видела только, что я видела. Ну, в общем, как работаешь в учреждении, какой-то за шор есть. Вот взгляд, а я сейчас открываю Петербург по-другому, смотрю на лица, я уже не хожу какая-то с горбиной, что там на меня смотрят, может, там кто-то за мной следит, а сейчас иду с открытой головой и поднятой головой и думаю, как хорошо быть пенсионером и еще заниматься каким-то образом журналом. А вот про журналы вы ни слова не сказали, у меня еще есть вопрос, как все-таки звали эту вашу соучредительницу и подругу? Веслава Савинова. Она сейчас, она жива и она живет здесь? Она живет здесь, но у нее судьба так сложилась, дочка вышла замуж за француза, четыре года там назад умер муж, очень такая хорошая была семья у Веславы. А муж, она такая же примерно, как и у вашей судьбы? Вы вместе с ней учились? Она была на курс моложе, но таких нас несколько человек в Питере. И есть такая Едвига, не буду назвать фамилию без его разрешения, и вот у нас, как мы говорим, собираемся у нас в свой польский огород, и каждый по-своему этот огород культивирует. Один цветочки сажает, другой там чего-то делает, учит польскому языку, но вот этот, ну опять это наша солидарность, которая многие годы... А та солидарность, которая ваша, польская солидарность как движение, да, она имела какое-то здесь развитие? И какой-то отклик? Думаю, что первое, что, ну и конечно солидарность у самооснования, потому что моя сестра была деятельницей солидарности в Польше, так что я многое знаю об этом и каким-то образом, но сперва, когда мне задавали еще, наверное, в начале 80-х годов я снимала какую-то дачу и мне там чего-то говорили, что кор и так далее, я думаю, о да, я здесь на провокации не поддаюсь, скажу, что ничего не знаю. Вот это мне на даче задавали такие вопросы, знаю. Здесь? Да-да, здесь, 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 здесь. А первый раз я в Питере увидела солидарность, когда были в Польше выборы в 89-м году и появилась легковая автомашина и с большим флагом солидарность думаю, о, поймают или не поймают? Не поймали? Нет, не поймали. Никто не знал. Да, и вот, нет, здесь не было, но, во всяком случае, со мной никто не работал за этим. Мы настолько были активны, как полония в каждом отношении, что нас не надо было ни уговаривать, ни куда-то поучать, или там, мы считали вот так, профессор Петровский, значит, там, что-то с органами управления в Литве не в порядке. Все пишем всем, всем президентам европейских стран, что органы самоуправления на Литве работают плохо, ущемляют в правах людей. Ну, мы сидели, писали по-польски, он все переводил на французский, и все это шло в мир. Да, ну, такие были смелые. Потом были, помню, забастовки. Кто домой бежал, кто это самое, а мы сразу был такой Макарский, я говорю, Владислав, куда идешь? Иду на забастовку под... там где-то, куда-то, так что такие активные были. А был священник Каптуркевич, там, не знаю, что-то такое было, какое-то, он, да, надо протестовать, надо протестовать, ладно, будем протестовать, но какого-то такого, такого страха, она может, но нам было за 40, так что мы уже осознанно относились к разным политическим процессам, у нас был какой-то уже опыт, но вот был такой, как-то, не знаю, не было особого страха, были разговоры, было все, но профессор Петровский нас своим интеллектом всегда поддерживал, он прекрасно сдал историю польско-российских отношений, мы учились от него, мы учились по-настоящему от него, и очень жалко, конечно, что он так рано ушел, и память о нем пропадает среди наших полоносов, потому что старшее поколение уходит медленно, а младшее поколение из-за того, что сейчас уже четвертый год нет дома, польского нигде собираться, и мы так разобщены, но зато встречаемся в костелах, это тоже очень интересные такие встречи. А о костелах расскажите вот о религиозном каком-то возрождении, передаче церквей, вот это же тоже был тот период перестрающий. это тот же период, и, конечно, тоже было очень интересно, здесь был такой священный, ну, мы тоже вот именно профессор Петровский, потом еще Пискорский, мы тоже сочиняли письма, писали к нунцу папскому, писали, сейчас я уже не помню, тогда был обком, или обком, нет, Собчику писали письма, что вот надо вернуть вот храмы, я ездила на съезды поляков, но тоже наш правед профессор Петровский встречался с папой римским, тоже говорит, что вот столько храмов осталось в Петербурге, которые не окормляются, что надо, чтобы они возвратили государство ирунуло эти храмы. написали письма, конечно, не знаю, насколько они попадали в ящик или попадали это самое, но какой-то штрих чьей-то памяти оставляли, что здесь просто люди жаждут ходить в костел. И был единственный костел на Ковенском, мы там его посещали, и там мы искали членов полон, мы там стояли, привлекались, слушали, кто по-польски подходили, приглашали на наши встречи, и даже наши встречи, которые проходили в подвале консульском, они были так устроены, что люди могли после мессы сразу прийти, вот на такие культурно-просветительские встречи у нас в этом клубе, могли детей привезти, ну, в общем, это целая была такая система, которая жила. И потом стали другие храмы возвращать, но это уже были на принципе каких-то договоров, но надо было найти людей, люди были разобщены, и, конечно, приехал отец Людвиг доминиканин, святой Екатерина. Это интересная история, сейчас можно о ней уже говорить, и самая главная была проблема, ну, как же его прописать, несчастного в этом городе, священник, потому что одного ксенского туркевича был даже зарегистрирован в МИДе российском как лицо, кормляющее сотрудников консульства. Так что ему было хорошо, и вот приехал. Следующий, мы просили, вот, поляки Питера, что приехал священник, а отец Людвиг занимался, в общем, выступал всегда в очень интересных судебных процессах в защиту членов Солидарности, особенно молодежи. И вот приезжает в Питер верующих не святой Екатерине, а дни старушки за 80, а он такой интеллектуал, но самое главное прописка. Но полностью не скажу, но я знаю, как все это происходило, но скажу, что мне удалось его прописать на 5 лет. Вот, и он своей книге меня благодарит за это, потому что у всех потом остальных были большие трудности, но я считаю, что это мне не повезло, но это ну так должно было быть, наверное, так, где-то было записано на небесах, что вот так. Но и почему я говорю, что и он организовал первую встречу молодежи питерской с папой Яном Павлом Дугим во втором в Кракове, но набралось 2000 человек, ему надо было организовать поезда, организовать визы, организовать все, а было тяжелое время в России, и, конечно, вот это фоспалите рушение, а как же это по-русски сказать, но когда все идут, куда-то идут, все, 70% этой молодежи поехало, потому что можно было что-то продать в Польше, какой-то бизнес сделать, потому что были тяжелые времена, и каждый то водку, то сигареты, то там чего-то вез, но многие примкнули к католичу после этого паломничества, примкнули к католической церкви, и хочу сказать, что вот в том паломничестве участвовала молодая пара из Петербурга, и у них была делена, вот, беременные супруги, вот, такие тяжелые времена, что же сделать, мы не прокормим этого ребенка, это самое, а отец Людвиг, нет, рожайте, вот, и родили чудную девочку, Светлану, и сейчас Светлана встречается с отцом Людвига, пишет о нем замечательные статьи, и сотрудничает с нашим журналом, и замечательные первые вот такие, такие интересные истории. А расскажите о том, о тех изданиях, которые появились, что было первым, в какой последовательности они возникали? Значит, первое издание, это было в 91-м году, конечно, самым опытным таким шифром, который обладал техникой набора всего этого, был у нас Анатолий Нехай, и он был пишущим человеком, и помню, что мы вот каждый там чего-то, я сидела там у себя на работе, там чего-то долбала в этот, я не знаю, на пишущей машинке, потом был компьютер, а потом были чего-то, чего-то надо было это сшивать, чего-то, но и был этот полонус, и помню, как же мы его назовем, откуда возьмем Орлака, откуда-то Орла с 18-го века взяли, потом у нас была художница, которая это оформила, ну и оказалась там 8, кажется, номеров, которые потом, годовщина, вот, потом, но это тоже с нашей стороны это было чего-то такое героическое. Полонус? Да, полонус. А потом были поляки в Петербурге, это был квартальник, но там историческое общество, которое очень хорошо работало под началом Михаиленко Владимира, очень было, очень такое... Оно было связано с Полонией или это возникло как-то параллельно? Параллельно возникло, но было с польской тематикой и откуда берутся вот все эти мероприятия, все вот энциклопедии, все это самое, обо всем этом писали уже в начале 90-х годов и вот и Смирнова и все, они были в этой группе лиц. А сейчас у нас все меньше и меньше специалистов по польской истории, это очень печально. Молодежь, кажется, так не хочет заниматься, потому что нет какой-то атмосферы вокруг этой темы, какая-то идет конфронтация. Вот, а потом, ну да, решили издавать первое, значит, годовщина рождения Адама Мицкевича и нас просят, ну давайте, ну в Питер такой город, ну давайте журнал создавайте. Какой журнал, никто не знает, с какой стороны подойти к этому журналу, как печатать, что распечатать, какие гранки, какие, и все это на мою бедную голову упало. Но первый номер, конечно, был из директора издателя Невякин, потом уже не помню, и если вам скажу, что самый замечательный журналист Ярцек Жаковский сидел тогда, тоже был членом редакции этого первого номера, который, он сейчас такой мэтр в польской журналистике, что даже Жаковский, да, что стесняется признаться, что он присутствовал при этом. Ну, и потом, это значит компания профессионалов, а потом надо было непрофессионалам этим заняться. И это как-то выпало на меня, и вот я помню, не помните фамилии главного редактора Всемирного слова? вспомню, не помню. Покойно, да. И вот у меня тогда был период, когда мы готовились к переводу, издать перевод Паната Доша, и вот я за ним ходила, ну, как это, ну, как это, он говорит, собрать материал, а для меня собрать материал, ну, что это, тематика, рубрики, но было тяжело, особенно, когда мы наш подготовленный материал сдавали в типографию, тогда были несовершенные типографии, когда какие-то мы сдаем хорошо, а получаем плохо, какие закоручки, я не знаю, это знакомы были с этим или нет, это какая-то жуть, это какая-то жуть. А какой это год? Первый номер это какой год? 98-й. 98-й первый номер? 98-й. Сейчас день рождения, год рождения Ницкевича 1898-й, да. 98-й первый номер? Да, да. Да? Газета петербургская 98-й первый номер? В этом году будет 20-летие. А скажите, вот какая-то есть легенда о том, что был какой-то кооператив в польске или какой-то бизнесмен, который что-то, что-то, что-то здесь делал, даже не важно что, но как будто бы был какой-то независимый бизнес, который вас немножко поддерживал? Что это было? Или в какой период? А, начало 90-х годов, он прогорел на этом бизнесе. Это тоже был поляк? Это был поляк, это была компьютерная фирма, рядом с консульством, называлась Lumenal, это фирма по сей день. Ну, помогал, так, ансамблю Гайк помогал, там, на одежду там 100 долларов в месяц, до журналу не помогал, а потом устроил на работу одного нашего полонуса, и тот полонус, тот человек, конечно, там, большие деньги истратил этот наш польский бизнесмен благодаря неопытному нашему полонусу. То есть это как-то нехорошо закончилось, да, сотрудничество? ну да, нехорошо, потому что все думали, что вот те, которые начинают бизнес там, из Польши, они тоже же бедные приезжали, надо было им делать деньги, что надо их обязательно как-то так сделать, чтобы у них было поменьше денег предпринимателем, чем... А у вас был дипломатический статус? Нет, у меня не было дипломатического статуса, поэтому мне было легко, мне было легко, но, конечно, я действовала в определенных рамках, вот, и я не могла никаких решений вот так, чтобы придумать и чего-то это вот так, но некоторые, конечно, придумывали, это проходило, но самые какие-то, типа там, фестивали полонейной культуры, все это, это надо было сказать и представителям России, вот, и тоже... А кто был первый консул, который пошел вот как бы на... Белеслав Капитан. Капитан? Капитан, то есть капитан, да? Да, капитан. Но это целая была история, потому что первый раз, когда мы к нему пришли, я думаю, что ему было не по себе. Ему было не по себе, потому что, конечно, на Западе эти полонейные организации, они существовали, но то, чтобы они были в Советском Союзе, это ему в голову не пришло. Это в Питере, а к питерскому округу тогда принадлежала тоже Латвия, и там была Ита Козакевич, умершая, которая потом была министром культуры в Латвии, конечно, под ее влияние, но там разные были, конечно, влияния, но первое, что нам удалось занять это помещение в этом клубе, у нас была уже крыша, и люди стали говорить, идем в Полонию, вот это место, где было, вот сейчас находится Институт Польский, мы там встречались, и с большим удовольствием люди ходили, потому что это была другая земля, так им казалось, но действительно было что-то другое, потому что говорилось, как правило, ну как правило, мы у всех старались по-польски говорить, какую-то галантность польскую проявлять, вот даже извините, или там поцеловать в руку, или там пропустить даму, или подать ей пальто, это учились мы друг у друга, вот так, такому поведению. А расскажите, как было с этим вот обществом советско-польской дружбы, или польско-советской, было ли их два у нас в Ленинграде, или было одно только советско-польской дружбы, а дружбе, было одно, находилось в доме дружбы, на фонтанке, на фонтанке 21, и эта история, первое наше собрание поломейное проходило там, потому что, потому что в другом месте, вот так говорится, под лотарню есть наичемней, вот когда стоишь под освещением, это всегда какая-то точка, точка самая темная, что тебя не видят, лица не видят, потому что как-то освещаются, но если бы мы это организовали в каком-то другом месте, нас бы сразу были настолько, да, все разваливалось тогда, тогда можно было. А вы не помните, как звали того, человека, который руководил этим, или там? Сейчас Галина Звягина, Галина Геннадьевна, она была ответственным секретарем. А она жива? Нет, она умерла 6 лет тому назад. Она способствовала, она была смелая женщина, она видела, что общество советской польской дружбы прикажет долго жить, и ей нужны были тоже какие-то мероприятия, которые вот полония могла присутствовать. И хочу сказать, что когда приехал премьер Мазовецкий, наша встреча проходила и была встреча с интеллектуалистами Петербурга, она проходила вот в этих сейчас дворце уже не знаю там дома дружбы. Я не думаю, что это было где-то сверху что-то задано. вот такое было время, что можно было так сделать, и что это не было то, что мы хотим кому-то понравиться, или они хотят нам понравиться. Ну, хотя по-разному можно сейчас время это рассудит, я думаю, что какие-то теории возникнут. Но они же как-то сохранились, они же как бы мигрировали в общество российско-польской, дружбы. а сейчас нет. Или оно же есть до сих пор. Сейчас называется общество Россия-Польша. Вот так, да? И оно есть? Оно есть, и в Польше есть такое общество, и это общество возглавляет бывший генеральный консул из Питера Ежи Смолињськи. Да, есть такое. И оно очень ну, такое очень активное. Ему за 80 оно очень активное в своей деятельности. А то просто самая главная организация называется общество сотрудничество Россия-Восток. Россия-Всхуд, а в рамках Россия-Всхуд есть Россия-Польша. Вот и они очень интересно. У них тоже есть клуб выпускников питерских и ленинградских вузов, а уже совсем другой есть. Мы часто встречаемся, мы как будто вот я говорю о тех, которые в Питере учились, которые приехали в 70-е годы. у нас свое общество. Мы встречаемся отдельно, они встречаются отдельно. То есть все-таки было такое разнообразие, что не все они под себя подминали. Была какая-то независимая жизнь. была независимая жизнь. А вы считали себя диссидентами такими? Или как бы с ними было неприлично сотрудничать? Или у вас просто был свой круг, который был? Скорее всего диссидентства у нас не было, потому что мы сами по своему рождению каждая диссидент. Нет, честное слово, вот такое, что ну нет, ну вот есть какая-то не гордость, и нет, она какая-то ну не буду и все. Вот мне это не нравится и не буду. Да, это все очень интересно. Это прошло. А они вам не мешали тогда, вот тогда, когда вы только создавались? Нет, 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 нет. Не пойман не бору. Почему? Ведь Полония когда зарегистрировалась в 89-м году официально, это было первое национальное объединение в Петербурге. Это была осень? Это осень, да. А дату помните регистрации? Ой, надо посмотреть, это октябрь был. Вот был профессор Петровский, был Авеслава, был такой у нас дзень, отставник военный, я не пошла, потому что работала клерком в консульстве, но все-таки в консульстве, но какой-то, не хочу приписывать себе никаких там, вот, ну вот, то, что устав был зарегистрирован, то, что он по этим самым коридорам, по этим этажам, он там прошел, Владислав Вапинский такой, он в настоящее время существует, он эти бумаги передвигал на подпись, вот, вот, тот юрист, который, да, 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 и он действительно, он считает, что он ничего такого, ничего такого, да, да, он до сих пор не считает, и утверждает, что он абсолютно ничего не сделал, да, ну, правда, сидел здесь, утверждал название организации, то есть он участвовал в... Конечно, здесь был Лисовский, был Лапинский, была Вяслава, была я. А кто писал устав, вот, ваш, ваш, мы, конечно, мы, этот устав, он, Боже, с этим уставом, она родная, конечно, и из Литвы, чего-то, из каких-то других общественных организаций, в общем, компиляция, а потом уже это все стриглась в администрации города, уже вот там в Лапинске какие-то юридические отделы, какие-то там чего-то, ну, много народу, кто печатал, я помню, такая была портативная машинка, на этой машинке печатали, а потом же надо было в нормальном виде дать профессиональный, чтобы перепечатал этот устав. Вот, так что вернусь к тому, вы меня спрашивали, не мешали, конечно, кто-то помешал, потому что вдруг возникла вторая организация, это стало типично во всех обществах, немецком, там все, вдруг возникает, в мемориале тоже было, да, и какая-то в оппозиции, той, которая, это самое, и вот, и говорить, например, писать какие-то доносы в Польшу, сейчас в интернете я нахожу доносы, думаю, ого, в начале 90-х годов, которые были напечатаны, вот, что, и вот эта тема, из-за того, что у нас было первое собрание в Дому Дружбы, что мы на основании вот этого советской организации общества советско-польской Дружбы возникли, ну, и потому, что вот в Полонии нет настоящих Поляков по крови и по это самое, а всему виновата картошка, вы не слышали этого, расскажите, Ну, 91-й год сотрудничаем с отделением спуната Полска в Познане, там тоже такие молодые ребята, которые хотят нам помочь, здесь какой-то предовольственный кризис, значит, один из сотрудников, директор этого Полского дома в Познане организует, ездит по повесям, собирает картошку, формирует, как-то сейчас, наверное, в Донецк возят это самое, там целое состав, состав, да, караван, да, целый караван этой картошки, там машин может семь, восемь, вот, и привозят это под здание консульства, занимается, занята почти вся улица, пятая советская этими машинами, да, и начинается дележ, ну, хорошо, первая самая машина хорошо, сразу с машины погружает, сразу находятся активисты, которые будут делить эту картошку, волонтеры, мы будем делить эти картошки, потом, эти волонтеры, ну, хорошо, и приходят разные люди, это море этой картошки, море настоящее, приходят коллеги, приходят нуждающиеся, нет, не дают эту картошку, дают только настоящим полякам, говорят эти волонтеры, правдивым полякам, да, настоящим, определим, кто правдивый, я возмущаюсь, что нет, там какие-то приходят обычные сотрудники, уборщицы тоже из нашей организации, нет, мы не даем, мы даем только членам организации, ну, в общем, пило только членам профсоюза, да, и вот из-за этого пошло, и пошло, и поехало, и в этом произошел раскол на организацию для настоящих поляков и организация Полония, которая объединяет, как говорили, там, там одни евреи в Полонии, а вот мы, вот мы, с разными там фамилиями и с разными родностями, вот мы настоящие, вот, и при зарегистрировали, это тогда было легко зарегистрировать, это уже все преграды, и была вторая организация, но это очень плохо повлияло, это был раскол настоящий, настоящий раскол, и, ну, потому что потом приходила разная гуманитарная помощь, и вот они думали, что вот если будет какая-то организация другая, что они получат больше, но не получили больше, получили меньше, потому что надо было делить одинаково на две организации, это самое, но это я тогда увидела, насколько некоторых человек вот испорчен вот это советскостью, вот, что даже вот такие христианские принципы жизни, они они не сохранялись, потому что это надо было для меня, для меня, для меня, а уже для другого поделиться уже нет, хотя, ну, и потом разные были другие неприятные моменты, но так и существуют две организации и тоже как-то конкурируют друг с другом, ну, пускай цветут все цветы, и раз уже так получилось. И до сих пор как бы идет такое противостояние? Есть такое противостояние между ними, есть, есть, есть. Ну, я думаю, что у меня тоже какая-то заноза появилась из-за этого, потому что вот эти наши начинания с моей приятельности они были самые такие возвышенные и самые такие, не знаю, романтичные. А вот сейчас, а сейчас создаются мифы, хочу сказать. Мифы, я не... Конструируется, конструирование мифов. Да. Вот. И когда вот вы даже, когда вы задаете вопросы, я тоже вижу, что где-то под влиянием какой-то мифологии, которая уже 30 лет как организация существует, так что вот общество возникло, как-то, и появились такие мнения. Вы здесь ни при чем. Вот я в 60-е годы писал центральный комитет, чтобы создать польскую организацию в Питере. Вот такие были аргументы, что... Что никак не против этих аргументов. А были какие-то люди, которые объединяли обе эти организации? Были какие-то люди, ну, какие-то консолидирующие силы? Конечно, профессор Петровский для всех был светочью, если хорошее слово, это российское. Вот одна организация как-то его... Он был наш, то мы как-то его... А другая организация это наш Пилсудский. Вот. Чему так Петровский так... Он у него такая улыбка была. Ну, Пилсудский так, Пилсудский. Нет, ну, конечно, были, но они тоже как люди были подвержены каким-то разным таким влиянием то одной стороны, то другой стороны. Бернадский был и там, и там? Бернадский был в Союзе Поляков. Союзе Поляков. Он ушел из Полонии? Да, да, ушел из Полонии. Со скандалом? Я уже не помню, какой там был, и там скандал, но он был, как... Он был, наоборот, фигурой такой противостояние, да? Нет, он был просто хороший парень. Просто хороший парень. И все говорят, ой, паня Тараса меня не любит, но думаю, ну да, связался с такими, конечно, не буду. У него же был период конструирования своего собственного личного польского мифа активного. да, да, да. И он искал, что за такое. чтобы это, но это был умнейший человек. Он действительно выучил польский так, что мог писать на польском? Ну, так, чтобы писать по-польски нет, но то, что собрался пешком в Польшу, это да. А вы, это же тоже перестроечный сюжет, перестроечный миф, а вы знаете вот эту историю? Расскажите, как он это замыслил, как вообще это происходило? Нет, но это был человек, рогатая душа. рогатая душа? Рогатая душа, я не знаю, как это по-русски называется. А так по-польски? Рогатая душа. Я уже не говорю, все наоборот будет, вот это самое, чтобы показать, но у него был объем знаний, это был эрудит, это... но немножко с такой какой-то... Авантюрист. Да, 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 немножко авантюрист, и, конечно, ему доставалось в жизни за все вот такое, я не могу сказать, свободолюбие или просто это такая автократия, вот, чтобы себя показать на первом месте, я не могу судить, но с ним было весело. с ним... А вы его с какого периода знаете? Я его знаю с начала полонейного движения, мы с ним встретились, о, это тоже история в Доме ученых, вот он пришел, потому что мы... так, что это было в Доме ученых, это была первая такая встреча вот Бернадского и Адвиги Шимайской и меня, и в Доме ученых, и вот мы сидим на каких-то красных диванчиках и он будет говорить это понятерзавод, если на польском будет, потому что он считал, что я из Советского Союза, что ли? То, что вот таблички с польским названием улиц, я раз первая подумала, нормальные, что ли? А потом думаю, ну, ради бы, как хочешь, так, если могу добыть. По сегодняшний день в Литве нет табличек, так что откуда Петербург, но он высказал такое желание, мне это желание понравилось, я хихикнула и сказала да, вот, и потом, конечно, он приходил на собрание правления и так далее, его немножко приглушал профессор Петровский своим интеллектом и своим знанием истории и как только где-то Бернацкого куда-то в какую-то степь там чего-то его фантазерство или недочитанное чего-то или сразу его так и это вероятно не всегда нравилось Сергею со стороны Петровского, но они не были в каком-то конфронтации, но всегда уважали авторитет Петровского. И как он все-таки пошел? Он же пешком там почти, как он пришел к идее? Я думаю, что у него не было денег совершенно и тогда был консул Новицкий, который его поддерживал очень в таких свободолюбивых его высказываниях, но а раз не было и отправлял его на разные встречи, на разные конференции, там какие-то деньги. Ну вот пойду пешком и все. Ну я не знаю, как далеко пошел, дошел ли, но вот та история, тот миф, что он собрался пешком, это да. Такое почти паломничество еще. Да, паломничество с посохом, да. Но я думаю, что если бы у него был, ну он уже со здоровой был так, потом он с дочкой приходил на наше собрание, дочка-красавица, не знаю, как сейчас, уже эти годы прошли. Нет, это было колоритное, но было много таких колоритных, а что, профессор одынец, чего стоит новая профессор? Одынец. Одынец. Он жив? Жив, жив, жив. Он жив, он уехал в Поршу, математик, сугубо такой математик, у него все, если хотите про полоний по цифрам узнать, но это все субъективно, конечно, у него все записано. В это время так, в это время так, было столько человек, было столько человек, я не знаю, он в честь архива какому-то консулу передал, кажется, консулу капитану свои материалы, но это тоже была колоритная и есть колоритная личность очень большая. А на максимуме сколько было человек в полуне? На тысячи. На тысячи? На тысячи. На тысячи это был очень интересный период, когда можно было ездить вот когда-то чем в полуне можно было ездить в Польшу. Ага. То есть это привлекало? Да, это Польша организовала очень много курсов и курсы очень хорошие и надо было только оплатить дорогу, а частично и Польша оплачивала и для детей, и лагеря, и все, и... Но это было тяжелое время для вот жителей, для... Потому что перестройка даже многое разрушило, и люди не знали, что с собой делать. Так что это был способ на выживание. А вот что? Были такие поляки, которые не знали, что делать? Ну, конечно, да, инженеры, да, все эти, которые потеряли работу, конечно, ездили в Польшу, чтобы какое-то... что-то заработать, что-то вывезти из России и продать в Польшу. То есть челноки. Ага. Да-да-да. Это челночная была полония. И хочу сказать, что очень поляки хорошо относились к этим нашим челночным полонийным. И всегда, в первую очередь, когда приезжали на курсы, они потом вставали, на рынок шли, редком становились. Кто бутылочку держал, кто сигаретки. Опа, они откуда из Петерсбурга. Ну, то никто не да, там, и покупал народ, и все радовались, все радовались. Но я говорю, что вот такой момент солидарности, вот такой питерско-польской, он был. И тоже отразился на той же картошке, и потом на других. С этими гуманитарной помощью привезли целый корабль вещей из Швеции. Это было нечто. Собранные поляками? Собранными вообще. Всеми поляками Швеции, да. Там был такой поляк, который был другом комсула Новицкого. И вот эту гуманитарную помощь свалили в этом помещении, там, где, клубном. Это было под потолок. Сколько шуб, сколько стиральных, всего. И там по очереди, потому что эти мешки надо было распаковывать, снегом было распаковывать. Вот, эти мешочки и делили. В общем, дошло до этого, что кто повесил какое-то пальто в этой комнате, той пальто распределили. по сегодняшний день пользуются этими там коврами, не коврами, шубами, не шубами, но это а я помню, но это уже так, помню, привезла я огромное количество был съезд поляков и полоний и мой знакомый из Познани попросил полоний из Германии, чтобы купила какие-то лекарства. Ну, хорошо, я эти лекарства притащила еще какой-то транспорт и все принесла эти лекарства в клуб. Пришли представители другой организации, сказали, что они врачи и забрали от меня эти, я стояла остолбневшая, забрали эти коробки, а потом оказалось, что они продают эти лекарства. Это для меня был вот такой, но многому научилась, многому научилась, узнавая, какие страсти. Какие страсти. А Пуч, помните, как это участвовало в полонии? Полония, да, у нас был такой ходок, вот он уже по корену, и он вот такой, чисто такой перестроечный был парень и все. Это собирались там памятник Николая, да, там была манифестация, да, да, и вот я иду с работы, и вот он идет, Макарси, я говорю, идем на этот самый, что протестовать, как это, а так нет, народ, не все, не все определились, предпочитали, вот мы смелые, смелые, но не до конца, подождем, когда что получится. А когда для вас перестройка вот как бы закончилась? Или она, может быть, не закончилась? Я думаю, что она не закончилась, она где-то размылась. Она вот так, как волна или какой-то гейзер, и потом вот высоко-высоко выстреливает, и потом эти волны разбегаются, они все медленнее, 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 и нет обратного процесса, как вот отлив и прилив. Я не знаю, надо, наверное, на какое-то время подождать, чтобы особенно был какой-то прилив какой-то энергии, но думаю, что вряд ли, думаю, что вряд ли это должен пройти какой-то определенный исторический период. Вот. Такая импровизация. Классно. Спасибо. Думаю, что бы я еще хотела уточнить. С тех пор, как зарегистрировались вот в октябре 89-го года, с тех пор, значит, регистрация вот этого продлевалась. Так как там закон идет о этих национальных объединениях, он перегистрировался. И, конечно, надо вот, чтобы не попасть в этих иностранных агентов, и поэтому только членский взнос. А консул Здислав Новицкий, он вот как бы есть такая мифология, может быть, а может быть просто больше источников об этом. Считается, что именно он был каким-то человеком, который больше всего в это вкладывался. Это не так? В организации полонейных движения... В начало, в перестроечные. А с какого года он в Петербурге, в Ленинграде, не помните? С 90-го, кажется. С 90-го. Он есть в Википедии там, и у меня тоже там где-то писано, с которым я уже как-то не слежу. Ну, не стараюсь этим... Вот догмать. Не помню. Вот сейчас, когда Ян намного опытнее и многое... Он, конечно, тоже приехал как большой романтик. Я с ним познакомилась еще в Варшаве со Зиславом Новицким. Я присутствовала на заседании. Это была первая встреча лидеров полонейного движения в Советском Союзе. Нас возили по всем государственным и не государственным учреждениям. И мы знакомились с МИДом, знакомились с Сеймом, с Сенатом, знакомились с иерархами польскими. Но это для нас была очень получительная поездка. Это были представители Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана. И мы так подружили друг с другом, потому что чувство какой-то миссии. вот один... Ну, был такой у меня период, что надо было заняться польским языком, и что здравствовала и очень хорошо работала польская школа при пособстве для детей, сотрудников пособства, чем я очень возмущалась, потому что зачем же эти дети отличаются от наших детей, почему бы не создать здесь в Питере отделение, где бы наши дети могли учить польский язык и польскую историю. Вот, и с этими вопросами я ходила в консульство и, конечно, получала это самое спасибо не надо. Вот, ну, такие были такие были служащие. И вот я нахожусь, мы находимся на заседании, на заседании объединённом Сейма и Сената, посвящённом полякам зарубежья. Ну, и говорят, что вот надо там чего-то сказать, а мне это наболевшее. Я выступила и сказала, чего потом сто раз пожалела, потому что приехала в консульство, получила нагоня. И за это моментально была отправлена наша программа, что было такое выступление, что я наябедничала. Но зато ко мне подошёл Новицкий после этого. Он был тогда сенатором. Вот, с того момента началось знакомство, и его романтический подход к тому, что в Питере и к Полонии, и ещё тот момент, что у меня тоже какой-то подъём такого романтизма, и что я всё могу, так мне казалось, что вот это надо, это надо сделать. И он действительно открыл двери для всех. И все могли прийти, все могли это самое, чего-то сказать. Нет, это это был эрудит, это был человек на своём месте в то время. В то время много, много очень хорошего. И остался в хорошей, и этот хорошей мифологии вот остался. Но тоже был подвержен каким-то влиянием, Боже, как каждый живой человек. Так что с большим симпатией, я вспоминаю, каким-то образом от моего книгу издали в Польше, была женатом, осталась дочка, остались глубоко верующий человек. Он один из первых светских, которые у нас были на полском языке там в этом клубе. Так что всегда каких-то епископов приглашал, которые приезжали. Мы же ничего не знали. Как молиться, когда встать, когда на колени, как перекреститься. Я не говорю о себе, я говорю о вот это самое. Вот от других. Потому что это такая была евангелизация полского. Ну, а потом приезжали разные священники. Он всегда подсказывал а это так, а это так, а это так. И это был прекрасный человек. Но тоже я была несправедлива, если бы я не сказала. А может так который уехал не очень славно консул Ежи Скотарек, благодаря которому стоит памятник Мицкевича, благодаря которому издана Пан Тадеуш на польском языке. Он просто приписал какая-то провокация ему там чего-то, что он вывозил какие-то запрещенные к вывозу вещи. Ну, это да, но не настолько да. Не настолько да, человеку приписать вот такое, чтобы совсем не... Ну, он, конечно, потом поехал и работал не генеральным, но в Италии. Все-таки у него осталось от Питера не очень приятное воспоминание. Вот. Так что много было замечательных людей, и они есть поныне. Только где-то пропадает солидарность. То есть солидарность это главное почему вы тоскуете, чего вам не хватает от того периода или еще что-то есть? Нет, это такое не название организации. Ну да-да. Не название, а что единомышленников. Вот. Сподвижников не хватает. Нет, не хватает людей, которые бы посвятили время на то, чтобы начать работу заново. Но может на других условиях. Ну, потому что время так бежит, и все стремимся быть единолично богатыми, и за той жизнью, в которой мы ныне существуем, что где-то забываем, что все-таки это не самое главное. Материальное это важно, но это не самое главное. Вот. И всегда знаю, что хорошие идеи, хорошие мысли, они всегда найдут поддержку, если ты сам захочешь, если ты сам захочешь, если ты сам поверишь в то, что ты делаешь. Всегда найдутся люди, которые скажут, а ты знаешь, ты интересно думаешь. Это возможно, возможно, знаешь, я к этому подключусь. время уходит, время уходит, меняется, нравится, все меняется, а может не меняется, может нам так кажется, просто мы остаемся в одном месте, стоим, знаю. Ну, хорошо, спасибо.